Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу вам показать бесплатное расширение для Joomla 5, для Joomla 4, условно бесплатное, с помощью которого вы сможете вести полный контроль над популярными ошибками, так называемыми 404. Вы можете даже не замечать, что на вашем сайте могут быть такие ошибки, и пользователи из интернета могут переходить, так сказать, по битым ссылкам. Таким образом, таких пользователей вы можете терять, потому что они будут попадать на несуществующую страницу. В этом видео пойдет речь об компоненте, который позволит вам контролировать в админке все страницы 404 и перенаправлять их под разные условия. Компонент имеет и платную версию с расширенным функционалом, но в рамках этого видео мы рассмотрим бесплатную версию. Также этот компонент хорош для SEO-сайта, то есть улучшения вашего SEO-сайта. Прежде чем мы с вами приступим к обсуждению, к разбору данного расширения, я хочу вам напомнить, если у вас нет времени или вы сомневаетесь, и вам нужно срочно создать сайт, вы всегда сможете обратиться ко мне. Контакты вы сейчас видите вот здесь вот у себя на экранах. Вы сможете связаться со мной бесплатно через популярные мессенджеры. Звонок или сообщение будет, соответственно, бесплатно. А мы с вами возвращаемся к теме видео. Ранее я уже озвучивал расширение данного разработчика. Если вы смотрели мои предыдущие уроки, то вы бы это видели. В этом уроке мы с вами будем рассматривать компонент условно-бесплатный, который работает с ошибкой 404. Очень удобно и интересно все здесь реализовано. Скачать можно бесплатно. Ссылку на это расширение я оставлю в соответствующей статье на своем сайте. fedorvasilev.com Ссылка будет под этим видео. Также не забудьте к этому расширению. С этого же сайта нужно скачать фреймворк, плагин бесплатный. Они в связке должны быть установлены. Итак, переходим на мой тестовый сайт. Вот так вот выглядит компонент. Он не переведен на русский язык. Я перевел за счет браузера Chrome. После установки он у вас будет находиться вот здесь в компоненте. Раскрываем. Вот его опции. Здесь на главной странице первая кнопка – это сразу добавить перенаправление. То есть если у вас, допустим, вы знаете, какая-то страница устарела, статья устарела, вы хотите перенаправить ее, постоянный, то есть сделать ей редирект, на новую статью, к примеру. То вы делаете это через эту кнопку. Сам компонент сразу после установки определяет вот это все. Он определяет сразу все какие-то неработающие ссылки на вашем сайте, где вы сможете сделать им перенаправление. Вот, допустим, мне сейчас показывают, что 7 ссылок, которые надо исправить. Дальше ошибка 404 ссылки. Вот это вот кнопки, видите, перенаправление, параметры – это все дублирующие кнопки. Они находятся вот здесь вот ниже. Это те же самые кнопки. Кнопка настройки, она у нас параметры, она у нас параметры здесь. То есть это одни и те же ссылки. И сразу можно, в принципе, посмотреть вот сюда. Нажимаем на это красное предупреждение. Я переведу страницу на русский. То есть желтеньким – это то, что у нас редактированы хиты. Это просмотр, на самом деле. Ссылки. То есть уже исправлено. Вот здесь вот уже исправлено, я вижу. Можно нажать на «Редактировать», увидеть, как это выглядит. То есть куда перенаправляется. Это видно здесь, откуда и куда. То есть это я уже делал. Мы сейчас к этим еще настройкам вернемся. Также здесь есть кнопка импорта из основного компонента ComContent Joomla. Если вы раньше долго пользовались сайтом, у вас, возможно, накопились ошибки 404, то можно нажать на эту кнопку «Импортировать» из основного компонента сюда, вот в этот компонент, чтобы все эти ссылки появились здесь. Итак, давайте посмотрим. У меня есть две ссылки, которые у нас нерабочие. Мы можем прямо по ссылке кликнуть в новой вкладке «Браузер» и действительно увидеть, что страница, которую нашел этот компонент, некая страница, она у нас нерабочая. Вот эти страницы, которые он нашел, по смыслу ссылки, можно понимать, что здесь, по сути, никакого контента у меня не было и пользователи вашего сайта вряд ли попадут сюда. Но я просто вам покажу принцип, как вот это исправить. Нажимаем «Исправить», представим, что эта ссылка действительно раньше вела на какую-то полезную страницу и разберем сейчас настройки вот этих вот перенаправлений. Я перейду также на русский язык. В бесплатной версии вы сразу можете видеть, что у нас есть только лишь возможность здесь сделать полный URL-адрес перенаправления, но в Pro-версии здесь есть «Содержит строчку», то есть часть строчки какую-то можно определить. Начинается со строчки, заканчивается. Найти и заменить. Вот очень интересные вариации у нас, к сожалению, только в Pro-версии. В этом поле, по идее, вы можете вставить ссылку, допустим, на какую-то страницу, где, допустим, действительно вам надо сделать редирект. Здесь вы ставите ссылку на ту, куда будет перенаправлять. И здесь также есть Pro-возможности при совпадении, то есть перенаправить на URL или текст страницы с ошибкой, ничего не делать, только для хитов, для просмотров. И вот здесь у нас идет 301-й редирект, а все остальные вариации, другие ошибки, они у нас доступны в Pro-версии. Но я вам скажу так, для 404-й ссылки, 404-й ошибки у нас, этот бесплатный компонент, он нам подходит. Дальше, состояние опубликовано, можно, допустим, если временно там не опубликовано, сделать в корзину именно вот этого перенаправления. И пометку для себя, примечание, можно здесь добавить пометку для этого перенаправления. Эти пометки, они могут быть видны вот здесь вот. Тут вот на английском, вот здесь вот будет видно пометку. Теперь давайте проверим, как это работает. Я просто вставляю, хочу, чтобы с этой ссылки шло перенаправление на главную страницу. Нажимаю «Сохранить-закрыть». Вот наша эта ошибка, которая была. Прямо здесь обновляю страницу, и у меня автоматически идет редирект на ту страницу, которую я указал, то есть на главную. Вот так вот это работает. Давайте вернемся в контрольную панель. Соответственно, здесь, если вы добавляете, вот добавить перенаправление, здесь то же самое. Новое перенаправление, если хотите делать. Дальше, ошибки 404. Это вот сюда мы переходим, то, где мы с вами были. Дальше, редирект. Там здесь редиректы, которые уже есть. И давайте посмотрим параметры, настройки. И первая настройка «Включить или ее отключить» в ссылке на ошибки магазина от гостей. Выберите, да, если хотите, сохранить все ссылки на ошибки 404 в базе данных и затем исправить их. Вот, читайте здесь описание, здесь вот все понятно. Ссылки на ошибки от ботов. К нам же на сайты заходят всякие боты, ну, то есть это роботы. Разные поисковые боты, искусственный интеллекта боты и так далее. Ссылки с опасными строками, чтобы тоже выявлялась. Опасные строки — это когда кто-то пытается через всякие переменные ищет дыры в вашем сайте. Допустим, какой-то хакер, который хочет залезть к вам в админку. Разные уведомления. Я их все отключил. Я не люблю все эти уведомления. То есть это уведомление по электронной почте, ссылка с ошибкой 404 от гостей. То есть появляются какие-то ссылки новые с ошибкой. Ну, человек может просто искусственно вообще вызвать ошибку 404, ваш гость, ваш посетитель вашего сайта, неправильно набрав к вашему адресу какую-то строку, строчку, ссылку и так далее. И вот нужно ли вам уведомление. Также уведомление от ботов и опасности. Единственное, что можно было бы включить — это опасности. Но там некоторые функции у нас PRO. Остальные функции у нас PRO. Мы не можем их в бесплатной версии использовать. Это тоже у нас в PRO. Вот такие вот настройки. Дальше здесь идут всякие разные описания. Здесь об этой компании, кто разработчик. И права доступа. Также с установкой компонента устанавливаются автоматически еще несколько плагинов. Они у вас будут включены. Вот два плагина. Видите, вот 404, 44. Я вам просто о них говорю, чтобы вы знали, что устанавливается у вас с компонентом. Вдруг вы будете потом его удалять. Компонент удалите. Не забудьте, эти два плагина отдельно нужно будет также удалять. Настройок он не имеет. Он должен быть просто включен. И второй плагин тоже. Если мы зайдем внутрь, настроек здесь нет. Он должен быть просто включен. Повторяюсь. Они включаются автоматически. Они нужны для нормальной работы компонента. Компонент вот этого 404. Вот они основные настройки. То есть вы его устанавливаете. Он у вас сразу определяет 404 ошибки. Я не думаю, что нужно исправлять. Вы просто смотрите на ссылку. То есть это какие-то ссылки, на которые пользователи там попадать вряд ли будут. А вообще за ошибкой 404 нужно, конечно, следить. Этот компонент будет следить за вас. Потому что многие ссылки вы можете просто их упустить. Вот у вас очень много страниц, статей на сайте. Вам нужно следить. Через этот компонент это будет делать проще. И тут же сразу сделать исправление. Это также хорошо и для SEO-оптимизации сайта. Также хорошо для того, чтобы человек не убежал со страниц ошибки куда-то в другое место. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь, для вас он был интересен и полезен. А я с вами не прощаюсь. И очень скоро мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok